Здарова, Хани Начепчик, Заваривай Рэпчик, на связи! Твою за ногу, звук с петлички слетел, так что сорян. Обработал аудиодорожку из камеры, поэтому на этом видосе будет качество звука не такое, как обычно. Переписать нет возможности, так как нужно заново целый час перезаписывать весь видос. Сорян, ребята, крепитесь. Итак, перед началом главного разбора по предикшену 1044 главы небольшие объявления. Все вы знаете, что многие переходят и создают резервные каналы. Я сделал для удобства пока что лишь одну платформу Яндекс.Дзен. Советую подписаться каждого на мой Яндекс.Дзен пока не поздно, пока нам не закрутили все гайки. Я обещал, что я буду пилить до талого, несмотря на трубы монетизации, спонсорки и прочих давительных вещей. Но для чего сейчас я прошу вас всех перейти по ссылке в описании в закрепленном комментарии. А это для того, чтобы не потерять связь, когда все окончательно завинтится. Это все, конечно, беда-печаль. И никакие Яндекс.Дзены и Рутобы не заменят Ютубчика. Я не думаю, что там можно будет поднимать монетизацию в таком же темпе, как и здесь. После последних обновлений при закрытии спонсорки на территории РФ, ребята, теперь вы можете поддержать меня лишь на Бусти. Поскольку Бусти это сервис, который не закроется, туда можно переходить смело. Ладно, об этом долго, размусоливать не будем и переходим к самому главному. Погнали! Итак, коротко о том, что случилось в 1043 главе. Как мы с вами и предсказывали, совершилось минусование бедолаги босса Сипи-Зеру. Но этот мальчишка сам нарывался, он знал, на что идет. Поэтому никакой пощады, Кайдо наказал сволоча. Ну так вот, ребята, небольшое предупреждение, так сказать, ремарочка по ролику. Сегодня ролик будет состоять из жесточайших теорий. Так что, прошу, не пугайтесь, соберите всю свою волю в кулак, сконцентрируйте в душе КВВВ, ГГББ и приготовьтесь максимально. Так вот, по ситуации с боссом Сипи-Зер, знаете чё? Сейчас будем развлекаться. Капитан первой дивизии флота анимамуритян, Великий Рамой, засерфил интернетушку по нашей теме и вычислил такие слухи о том, что босс Сипи-Зеру это не человек. Не пугайтесь, сейчас я вам всё объясню. Смотрите, на вот этом фрейме, где босса Сипи-Зера роняет Кайдо, этот человек стоит даже не шелохнувшись. Многие морковки и капусточки предполагают это потому, что босс Сипи-Зера настолько крут, он знает, что ему ничего не грозит и не боится даже перед лицом самой смерти. В общем, в народе ходит такая теория о том, что все те три агента Сипи-Зеру, которые прибыли на страну Вана сейчас, это никакие не люди, это марионетки. И Ода, гений, в очередной раз всех переиграл и уничтожил, закрыв их лица масками и этими белыми одеяниями, чтобы сбить нас всех простых зрителей с понталыгин. А самое главное, оказывается, что все три агента Сипи-Зеру это один и тот же человек. Короче, не спешите, сейчас я всё вам объясню, сейчас всё объясню. Смотрите, босс Сипи-Зера является неким владельцем фрукта телепортации, или каким-то типа таким перемещением. Так вот, он создал себе несколько марионеток по типу Пэйна, и теперь он способен управлять именно расстояние, перемещая своё сознание из одной марионетки в другую. Короче, босс Сипи-Зеру это Пэйн, познайте боль. Люди, увидев того второго агента, который молча наблюдал за смертью своего якобы лидера, не пошевелил и бровью, при том, что сам босс также стоял невозмутимо перед смертельной атакой Кайдо. Это всё потому, что в последний момент он может перенести своё сознание в другую марионетку. Видите, это Пэйн! Да, это Пэйн. Нагато, что ты об этом думаешь? Кружишь! Короче, ребята, так и живём. Жаль, что сейчас садоводы не пилят ролики, а то бы мы насмотрелись нового качественного контента. Катим далее. Теперь позвольте небольшое отступление в сторону моего более младшего зрителя, потому что я обещал ему в своём разборе на главу разобрать и объяснить полностью всю ситуацию с Луфи и Джойбоем. Смотрите, многие в силу своего возраста и развития не понимают, что значат слова о барабанах, об освобождении, о пророчествах и о том, что Луфи и есть Джойбой. Он пробудился. Встречаются такие комменты по типу, как тогда, когда люди пытались сравнивать атаку Луфи, красного ястреба, с силами Мера Мера Нуми. Если вы не знаете, я вам расскажу. В то время Ода выкатил точно такие же слова, и он сказал, теперь в Луфи есть частичка души Эйса. Что многие восприняли прямолинейно. Знали бы вы, сколько комментов я получил о том, что у Луфи два фрукта, кусочек Мера Мера и Гому Гому Нуми. Так вот, ребята, это все лирика. Здесь не нужно воспринимать слова буквально. Здесь немного переносное значение. Пробуждение Джойбоя говорит о том, что Луфи и есть тот самый Джойбой. То есть человек, унаследовавший ту самую волю. Луфи это тот, кому суждено свершить пророчество. Это человек, ведомый судьбой на десятом поколении после тех самых времен забытого столетия. Нам многое сейчас неизвестно, но известно одно. Джойбой был выдающейся личностью в то время. По какой-то причине у него не получилось совершить то самое. Главное, самое главное, о чем мы смотрим саму историю One Piece. Это объединение мира в единое целое. One Piece это не один кусок, это единое целое. По завещаниям Джойбоя найдется человек через десять поколений после его смерти, который совершит его планы и поменяет мир. Это и есть, о чем Ода пытается до нас донести. То, что Луфи это и есть Джойбой. Как же много комментов я встречаю о том, что Луфи сейчас скорее всего умер или находится без сознания. И в его теле возрождается тот самый истинный Джойбой. Что-то по типу Билли Миллигана. У Луфи биполярочка и сейчас в нем воспылает Джойбой, как Хаку в Ковендише. Но нет, ребята, все куда проще. Луфи сейчас поднимется благодаря своим силам и каким-то волям. Поэтому, вот как и обещал, иногда нужно на серьезных щах реально без рофлов объяснить пацанам, что происходит. Ведь нам еще очень долго бороться с болезнью, пришедшей нам с грядок. Валим далее. Самая животрепещущая тема это пробуждение дьявольского фрукта Луфи. И сейчас будет большой отголосок всего того, о чем мы говорили с вами ранее. Так что навостряйте ушки и не теряйте нить. Во-первых, хочу объяснить разницу в принципе создания гиров и их форм. Смотрите, второй гир это разгон крови. Третий гир это надув костей. Четвертый гир это надув своих мышц и покрытие всего тела волей вооружения. Сам принцип четвертого гира это именно надув мышц. Баунсман, танкман и снейкман это всего лишь формы. Это я сейчас говорю к тому, что при разборах пробуждения и пятого гира Луфи мы всегда оперируемся на саму суть. На фундамент, по какому же принципу будет это все работать. Я выдвигал абсолютно все возможные версии по этому поводу. Больше всего я склонялся к нерушимой резине. Это не какая-то из форм. Луфи может быть в пятом гире и в пробуждении и тигром, и королем обезьян, и чем только угодно. Но это не фундаментальный принцип работы гира. Пробуждение может быть жидкой резины, сжатым колчуком или чем угодно. И отталкиваясь от этих фундаментальных вещей, Луфи уже может преобразовывать себя в различные формы. Например, такие как Тайгерман. Но это не будет значить, что Тайгерман это и есть пятый гир. То же самое, что нельзя сказать, что именно Баунсман это четвертый гир. Да, Баунсман это одна из форм, находящаяся в четвертом гире. Например, форма Снэйкман основывается в основном на воле наблюдения, что меняет сам подход к битве. Снэйкман это упор на скорость и на маневренность. Но сама суть четвертого гира в надуве мышц и покрытие их волей. Сейчас мы говорим о пробуждении. Скорее всего, как мы видим на всех фреймах из последней главы, оно будет связано с чем-то по типу жидкой резины. Мы пока не можем точно об этом говорить, но в 1044 главе, я думаю, нам уделят несколько фреймов этому событию. И Ода разъяснит, что происходит с Луфи. Зарубежные садоводы один за одним пилят ролики о том, что Луфи это Ника, это новый Джойбой и так далее. Мы же всегда пытаемся разобраться более глобальнее и понять сам принцип работ всех этих пробуждений или новых гиров. Так что, если у кого тоже есть мысли по этому поводу, черканите в комментариях, самое годное никогда не упускается из виду. Как в принципе и любое дерьмо, которое ты не упускаешь из виду. Поэтому о тех форумах Короля Обезьян, Тайгермана, это все будет после. Это не будет являться именно фундаментом Гиру или Пробуждению. Это лишь будут очередные формы для ведения той или иной тактики в бою. Об этом поговорили. Катим вперед. Сейчас, недалеко отходя от темы, поговорим о кое-чем страшном. Одна из моих наикрутейших подписчиц, Аида, написала мне одну интересную и занятную вещь. Она была впечатлена одной историей из нашего мира о древних легендах в индуизме. И написала мне, что я бы мог использовать эту информацию в ролике и поговорить с вами на эту тему. Это будет касаться заголовка данного видоса. Она предполагает, что дьявольский фрукт Луфи Гому-Гому-Нуми на самом деле мифический зон Хито-Хито-Нуми, модель Хануман. Тоже такой Хануман. Давайте разбираться. Это древнее фольклорное божество. По преданиям, он был схож с обезьяной. Пытался съесть солнце, как некий фрукт, после чего от высших богов получил сверхспособности для растяжения. В общем, это был такой человек-обезьяна со способностью растягиваться. И сюда же очень плотно влезает тот самый Ника из Ван Пис, который якобы является богом солнца. Хануман покушался на солнце, после чего получил сверхспособности, среди которых была устойчивость к огню, к электрическим разрядам и многое другое, что так подходит Луфи. В общем, я заготовил громаднейший алижоскар. Если по итогу будет все так, и окажется, что каким-то боком Ода приписал сюда Ханумана, то Аида получит величайший алижоскар в истории канала Анима Муритян на данный момент. Теперь также не теряем все эти мысли, продолжаем далее. Смотрите, многие ссылаются на то, что Горосеи в недавних главах говорили о пробуждении именно фрукта Луфи. Что якобы это тот самый плод, который им пришлось переименовать, который не пробуждался слишком много веков. Если это так, то окей, но я не понимаю логики. Как Горосеи говорят о неком пробуждении фрукта, который уже сейчас пробудился, и он им известен, если Луфи еще не пробуждал на то время свой фрукт на публику, и Горосеи никак не могли узнать о его пробуждении. Это все, конечно, очень здорово, и может быть так, но пока я не вижу нити, Горосеи могли говорить о совершенно другом фрукте, потому что здесь ломается тайминг и логические звенья. Еще все эти конспирологические теории подкрепляются тем, что якобы Шанкс украл этот нереальный фрукт с корабля мирового правительства. После чего посадили угадайку, но сам Шанкс охотился не за простым фруктом, а именно за неким мифическим зоаном Ханумана. Люди очень сильно боготворят Гому-Гому-Нуми, и всем хочется, чтобы этот фрукт оказался не простой параметсой, а как минимум мифическим зоаном. Что касается меня, я не поддерживаю такие идеи и догадки. Да, это может свершиться, ничего страшного, но, как по мне, это слишком, ну, так скажем, не в те дебри. О том, что Шанкс украл Гому-Гому-Нуми как сверхобъект, о том, что Горосеи говорили именно о пробуждении фрукта Луфи, хотя пробуждения как такового еще не было в то время. В общем, не знаю, здесь нужно смотреть, наблюдать далее и рассуждать, исходя из ситуации. Пускай пробуждение может будет основано на неком жидком растворении резины по типу логи, и это все мы уже обсуждали. Пускай будет приплетен Хануман как таковой, но если окажется, что фрукт Луфи это реально мифический зоан, то это мое почтение. Я намажу как никогда ранее. Поэтому смело черкайте, что думаете по этому поводу. По поводу пробуждения, по поводу слов Горосеев, по поводу Шанкса и так далее. Кстати, если кто не знал, Шанкс умер. Он был боссом Сипи-Зеро. Да здравствует слитый вам пис! Ну и основной предикшен на следующую главу, что знаете, как обычно, Ода всех переиграет. И после такой завязки к пробуждению, нам будет уделено всего лишь там несколько, ну допустим два фрейма о том, что Луфи поднимается с этим пробуждением, и начнется нечто новое. Например, какие-нибудь флешбеки Кайдо, или флешбеки о том древнем фрукте, который подразумевается в этом ролике. Ода ведь гений, вы не забывайте, навряд ли он будет посвящать опять всю главу вот этому интереснейшему раскрытию. Ведь нельзя просто так взять и рассказать интересную историю за одну главу. Нужно тянуть Ван Пис, ведь хоть что-то должно быть гому-гому-нуми. Поэтому посмотрим, что случится в этот раз. Прошлый наш предикшен на 100% зашел в 1043 главу. С чем вас всех и поздравляю. Это вам не грядки полоть, ребята, и не морковки поливать. Спасибо всем, кто был на ролике от начала и до конца. Ставь лайк, если нравится подобный формат. И не теряйся, пиши в комментариях все мысли по этому поводу. Также еще раз напоминаю подписаться на мой Яндекс.Дзен и на все, что будет в описании под видео. Будем поддерживать связь и бороться до талого. Естественно, подписывайся на этот канал. Здесь мы остаемся до конца. Спасибо всем спонсорам на Ютубе и на Бусти, которые скоро потеряют все свои флаги, как оказалось. У многих их уже сняли. Большое спасибо, Ютуб. Большое спасибо. Если имеешь желание и возможность, поддержи канал на Бусти. Теперь это единственный фидбэк с вашей стороны, который позволит каналу Анима Мори Тян ломать все преграды. Спасибо еще раз за поддержку и полный просмотр. Покорим же все моря и станем королями вместе. До скорых встреч. Кэм-пай!